Почему такая тема и какие аспекты я хочу озвучивать? Эффективность, понятно, это вопрос финансового директора. Хочу вам описывать некий путь, как мы начали, когда акционер, тогда еще и он, вошел в капитал ОГК-4, какие шаги были предприняты, правильные, наверное, но тоже хочу вам показать, что это как бы не вся мудрость чисто сократить касты, именно в нашем секторе есть, на мой взгляд, и другие аспекты. Но вначале немного об истории. Я работал в двух секторах, в частности, в России, это телекоммуникация и это электроэнергетика. Оба сектора, они, наверное, носят один общий характер, одно качество, это то, что они считались очень избыточно богатыми, они были монополизированы еще как-то в Европе до конца 80-х годов, частично 90-х годов, в России чуть дольше, но это как-то перестало нравиться обществу и регуляторам. Соответственно, были приняты решения о либерализации, о демонополизации и о приватизации, были еще предприняты дополнительные шаги для повышения эффективности сектора или для создания определенного давления со стороны, как, например, в России были подписаны достаточно объемные контракты на договора на создание дополнительной мощности. В итоге у нас сегодня есть в России существенный избыток мощности, что давит на цену. В Европе, в Германии в частности, было принято решение о вынужденном выведении, выводе атомной генерации, что также является неким внешним фактором, который влияет на давление, внешнее давление на сектор. С другой стороны, именно, или в том числе исходя из нашего прошлого, ментальность сектора другая. Ну, то есть, все были привыкли работать в стабильной среде и все понимали, что есть помимо экономики, есть еще другая цель. Это стабильность представления услуг. Я думаю, что в современном мире мало кто может представить, что это означает, когда электричества нет. Когда здесь там все погашается, конференция оканчивается, поскольку на экране ничего нет, микрофон не работает и так далее, и так далее. То есть, этот аспект, он всегда есть, он носил очень значимый характер в более ранние годы. Для эффективности, чтобы ответить на эти вызовы, мы изначально приняли такие решения, скажем так, очевидные, масштабные, которые принесли достаточно много. В итоге мы в России считались наиболее эффективной компанией в нашем секторе. Еще считаемся эффективной компанией, но другие как-то стали следовать. Что мы сделали? Первый шаг, мы просто считали, что ресурсы для работы и в части расходов, и в персоналах, и так далее, и так далее, они достаточно избыточны. И мы приняли решение довольно резко сократить валевым решением расходы. Тут 20%, это чуть меньше 20%, было очень болезненно, но прошло в части бизнеса незаметно. То есть, не почувствовали какой-либо эффект на эффективность нашего бизнеса. То есть, с этой точки зрения правильное решение. Дальше мы пытались ломать вот некий закон в нашем секторе. Это то, что автоматом доходы, автоматом расходы индексируется на инфляцию. То есть, наш сектор до сих пор частично регулируется. Это такой подход регулятора, как правило, это индексировать наши тарифы на инфляцию. Многие поставщики, им такой же подход, давайте поделитесь с нами, и мы свои затраты для вас тоже индексируем. Мы сказали, вот так, топ-даун, на этапе планирования ваши бюджеты ограничиваются, или рост ваших бюджетов ограничивается на 50-70% инфляции, живите. Тоже дал определенный эффект. В целом, сэкономили достаточно много, исходя из инфляционных ожиданий, особенно, когда инфляция высокая. Да, и живем до сих пор достаточно хорошо. Ну, последний, это достаточно материальный шаг. Мы стали воспользоваться тем, что не только наш рынок по производству электроэнергии, но и по поставке газа, как наиболее важное топливо для нашего сектора, начал либерализироваться, и мы полностью отошли от Газпрома, в качестве поставщика топлива, чьи цены регулируются, ушли на альтернативные, которыми вправо предложить более выгодные условия. Перед тем, как рассказывать про какие-то конкретные вещи, хотел бы, в общем, рассказать, что такое компания «Уралкалий». Слева, слева вверху, это «Уралкалий» в цифрах с точки зрения производства. По объему производства мы занимаем первое место в мире, после нас идет белорусская калийная компания. Если посмотреть на финансы, то мы являемся компанией с самой низкой себестоимостью, денежной производственной себестоимостью в мире. И объективно самой высокой младжой за 6 месяцев она составила 68%. Конечно, предыдущий собственник уже, я сам смотрел на слайд, 30-40%, хотел сказать, не кисло. Смотришь на свои цифры, думаешь, понимаешь, что грех жаловаться. По запасам мы являемся вторыми или первыми, опять же, как считать, по джорку или по нашим стандартам, там обоценность категории есть. То есть, в принципе, и по денежной себестоимости, и по капексу на тонну у нас все достаточно хорошо. И компания, можно сказать, достаточно долго пощевала на этих лаврах, и можно говорить, что мы являемся самой эффективной компанией в мире, из Калини, из горнодобывающих в том числе. Но, в принципе, это не так, потому как есть, как всегда, room to improve, и внизу, в правом нижнем углу, по сути, это себестоимость, как на нее смотрю я, с точки зрения того, чтобы понять, куда прикладывать свои усилия и где можно найти максимальную отдачу, максимальный выхлоп. По большому счету, себестоимость наша состоит из четырех таких больших направлений. Первое – это подземка, в кавычках мы и называем, это подземная часть поверхности, это обогащение, операционные расходы – это наши, по сути, джинные и коммерческие СНД, и плюс это транспорт, это ЖД, это перевалка в порту и это фраг. На следующих слайдах я более подробно расскажу про две-три инициативы, которые конкретно в компании сами сейчас реализуются, можно сказать так, под, опять же, были инициированы финансовым управлением, и мы их достаточно толкаем вперед. Потому как достаточно много присутствует одинаково в том, что сказал предыдущий докладчик, опять же, это косность, миддл-менеджмента – это, опять же, люди, которые из производства, они в каждой компании, где я работал, в Имбельдан, опять же, там, Уралхим, Митчелл, там, Порт, производственники считают себя, что они голубая кровь, там, белая кость, и никто ничего не понимает лучше, чем они, не лезьте сюда, особенно финансисты, юристы, вообще просто зло, и не задавайте вопрос, потому что вы, ну, условно, не в том месте сделаны. Тем не менее, если людям задавать правильные вопросы, то очень часто можно их вывести из эмоционального диалога в более конкретный диалог, и очень часто все оказывается, что не так, как оно есть. На этом слайде, чтобы закончить и перейти к следующему, вот по подземке мы видим на 15% возможно снизить расходы, и по фрахту, тоже инициатива наша, на 5-7% их можно также снизить. Это, на чем мы сейчас работаем. Значит, здесь, чтобы было более понятно, что я буду рассказывать, это кратко показан наш технологический процесс. Значит, на глубине 400, 300, 8-420 метров у нас залегает калий, и на этой глубине работают комбайны. Комбайн находится, он, можно сказать, в начале производственной цепочки, то есть комбайн – это вот такая машина с зубьями, достаточно страшная, когда работает много шума, много пыли, люди работают в респираторах и в специальных наушниках, вот она конкретно рубит калий. Калий, по сути, это соль. То есть под нами, вот там, где написано «подземка», под нами есть еще пласты обычной каменной соли, натрий-хлор, которую кто-то добывает, другие компании в России, и, соответственно, употребляют ее в пищу. Соответственно, есть два пласта, которые мы отрабатываем, это не буду ходить в технической тонкости, тем не менее. Комбайн после этого, он все это по магистральным конвейерам свозит к стволу. Есть скиповой ствол, есть, соответственно, есть грузовой ствол, по которому поднимается непосредственно калий, есть ствол, по которому поднимаются люди, и он также служит функцией вентиляции. После этого все поднимается на поверхность, где происходит процесс обогащения. Процесс обогащения, он и в угольной отрасли происходит, и в железорудной, в принципе, рудные тела, которые добываются, их обогащают. Процесс обогащения, он бывает у нас вот или химический, или флотационный. Смысл в том, что увеличивается концентрация полезного, то есть непосредственно в готовом, например, в гранулах калия 98%, тогда, когда в Рудеево конкретно на нашем месторождении 34%, вот в той соли, которую мы добываем. После этого идет процесс транспортировки, фракт, вот это наша вторая инициатива, соответственно, погрузка на суда и отправка уже готового продукта покупателям. Потому как уралкалия занимает 19-21% мирового рынка, то у нас достаточно широкая география продаж. Грузим 70 плюс стран. Основные это Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия и Соединенные Штаты. По объему добычи, то есть мы поднимаем 50 миллионов тонн руды. Самая крупная компания горнорудная в России, это СОЭК, они отбывают 100 миллионов тонн угля, но это открытый способ, они в основном, то есть это карьеры, это не шахты, у нас же это подземная добыча. Соответственно, у нас в работе 123 вот этих комбайна, оранжевые такие машинки, и они, плюс за ними еще идет два, два, сейчас перейду, два, там, ПИСов Эквипмент, по сути, это бункер и самоходный вагон. Вот эти все вещи у нас компания где-то на 640-650 миллионов долларов. Поэтому, то есть это является, с одной стороны, в начале производственной цепочки, с другой стороны, это достаточно дорогостоящая и ремонтоемкая техника. Поэтому, когда мы сидели, как финансисты, анализировали нашу себестоимость, где можно дать максимальный выхлоп с точки зрения денег, и чтобы не упрекали нас в том, что мы зря едим свой хлеб, мы посмотрели на эффективность работы комбайнного комплекса. Оказывается, при паспортной производительности 7 тонн в минуту он эффективно работает 3,4-3,6 на разных рудниках. То есть, в принципе, 40-50% это максимум то, что выжимают с этих комбайновых комплексов. При том, что каждый год у нас, то есть компания покупала около 5-8 комбайнов в год, и нам говорили, что комбайнов постоянно производственникам не хватает. Это люди, которые просят комбайны, просят запчасти, просят самоходные вагоны, и обычно с ними разговор строится, как на турецком базаре. Сколько есть денег в бюджете, вы нам скажите, и мы там сами за вас все порешаем. Как только начинаешь вязать в суть, а для чего, как и так далее, очень часто происходит много отторжения, и, как я говорил, не приветствуют они это хозяйство. Поэтому, что мы делали с помощью консультантов? Мы анализировали, делали замеры рабочего времени, как работают комбайны, как работают непосредственно наши бригады. И оказалось, что бутылочная горлышко – это не мощность комбайна. Хотя мы сейчас перешли на комбайн с производительностью не 7 тонн в минуту, а 8 тонн в минуту. Бутылочная горлышко – это хвост. Два слова о компании. Компания действует на российском рынке с 2010 года. В 2012 году прошла большая сделка с ВДБ-капиталом, после чего начался бурный рост, и я в это время присоединился к компании. И с 2012 года, когда было 50 ресторанов, сейчас к концу года у нас должно быть порядка 420 ресторанов. Ну и дальше планируем в течение следующих 7 лет где-то порядка 1200 ресторанов открыть в России. Мы сейчас… у нас три основных игрока на рынке. это красно-желтые, KFC и мы. Вот мы с KFC делим второе место по разным рейтингам. Красно-желтые пока впереди, но надеюсь, что их время сочтено. Коротко, как мы смотрели на… Я расскажу про функции финансов. Она достаточно полноценна в нашей компании представлена. Я расскажу только об одной части, которая связана непосредственно с эффективностью и контролем расходов. Достаточно такая скучная тема, но постарались сделать ее немного веселой. Мы прошли достаточно длинный путь, как я сказал, от 50 ресторанов до больше 400. Мы считаем уже, наверное, достаточно большая компания, чтобы делать какие-то вещи по-другому. Поэтому изначально финансы – это больше было такой бэк-офисной функции. Там финансовый директор даже особо не присутствовал. Они просто делали отчетность какую-то. И вот такой был аппендикс, придаток ко всему остальному, что происходило в компании. Потом появился CFO. Мы начали развивать потихонечку функции. Но по-прежнему финансы воспринимались больше как такой костыль уже для бизнеса. Отчетность, какая-то информация очень спонтанная. И вот так вот мы существовали примерно год-полтора. Дальше мы постарались больше интегрироваться в функцию принятия решений на уровне уже генерального директора и всего правления. Больше стали инициировать процессы именно с точки зрения финансов. Не только про сокращение расходов, но и про инициативы, связанные с увеличением доходов и операционными какими-то вопросами. И вот целевая вообще идея в том, чтобы финансы перестали быть бэк-офисной функцией, а стали быть впереди бизнеса и уже, возможно, дальше даже забирали какие-то функции от генерального директора в точке зрения принятия решений и ведения каких-то проектов. Вот здесь мы долго рисовали, как это представить. То есть, если раньше функция финансов, она существовала обособленная, это была одна из функций в организации, то сейчас она находится, это как бы такая прослойка и кондуктор между тем, что происходит с точки зрения глобальной картины, тем, что происходит в бизнесе и наоборот. Потому что вот было, я услышал слово «гемба», очень знакомое. Вот мы активно продвигаем, используем эту практику, она началась где-то года полтора назад. Это где абсолютно все топ и средний менеджмент проводят раз в месяц, два-три часа в наших ресторанах с директорами ресторанов, с кассирами, и узнают, что у них происходит в их жизни, какие проблемы есть. И быстро эскалируем в течение дня, как только мы с утра обычно собираемся, в течение дня это эскалируется на топ-уровень. И в течение двух-трех дней мы стараемся решать эти проблемы, то, что можно решить сразу, то, что нельзя, мы ставим в план, в экшн-план и, соответственно, делаем. Это очень эффективно, и вот эти многоярусность или многоуровность пробивают очень быстро, и проблемы решаются достаточно быстро. Соответственно, у нас мы не запускаем ракеты в космос, у нас достаточно такой простой бизнес, мы кормим людей. Операционно очень сложный бизнес, но, тем не менее, с точки зрения ПНЛ, достаточно простой. Поэтому у нас есть три статьи, которые дают 80% результата. Это маржа, которая состоит из выручки и себестоимости, и расходы на персонал. У нас там есть еще аренда и прочее, но это достаточно стабильные затраты, на которые у нас есть определенная партика ZBB. В нескольких конференциях я объяснял, это Zero Based Budgeting, где мы смотрим, препарируем все расходы до самого минимума и максимальную прозрачность создаем и контролируем таким способом. А вот что касается LC Gross Management, я вот остановлюсь, постараюсь побыстрее. Значит, про Gross Marge. У нас есть такая достаточно сложная модель, которая помогает нам не только отслеживать в режиме онлайн, что мы продаем, как мы продаем, сколько мы продаем, но и также ставить цели на еженедельной основе нашим директорам ресторанам, что им нужно продавать. То есть, если раньше мы просто репортовали, что вот наша маржа там такая-то, такая-то, постфактум, и практически проактивно ничего не могли с ней сделать, то теперь мы еженедельно высылаем отчеты. У нас есть бенчмаркинги с точки зрения формата, географии, каких-то продуктов. Мы понимаем, какие рестораны лучше продают, какие хуже, и, соответственно, коммуницируем уже напрямую с ними и даем им знать, что им нужно поправить для того, чтобы выйти на целевую маржу, которая есть. Также у нас есть комитет ежемесячный, который позволяет нам это эффективно мониторить, вызывать на ковер директоров ресторанов. Это очень стрессовое мероприятие для этих людей. Но потом рестораны очень быстро исправляются, потому что никто не хочет второй раз быть на ковре с финансовым, с операционным директором, с генеральным директором иногда, когда он присутствует. Поэтому тоже очень эффективный инструмент. По лейбкосту, лейбкост – это затраты на персонал. Раньше они у нас составляли в ПНЛе порядка 18-19% от выручки. Сейчас мы закрыли последний месяц 14,3%. Я думаю, что там по году это будет 14,8-15%. Наше сотрудничество в этом году с саммитом началось с того, что я посмотрела на обложку, на заставку и видела одних мужчин. Да, говорю, товарищи, но так нельзя. И надо сказать, что организаторы откликнулись. Они действительно сказали, что действительно так нельзя. Поэтому в гендерном составе данного саммита мы надеемся увидеть некоторые изменения на будущее. Кто я? Я представляю Северсталь, Центр единого сервиса. И почему отдельная Северсталь? Потому что мы вышли на рынок и предоставляем себе сервисы. Но сейчас я вам хочу рассказать не о наших сервисах, а о том, что полезного может вам принести аутсорсинг. Что сейчас вообще происходит на рынке в мире, куда движутся тренды в аутсорсинге и инсорсинге, и как Россия к ним относится. Как вы видите, если начинали самые первые первопроходцы с того, что обслуживали отдельные функции, в дальнейшем уже пошли в разработку сквозных процессов, где-то примерно в начале 2000-х, в середине 2000-х, на всех там саммитах, на всех встречах, на всех нетворкингах звучала только одна тема – end-to-end процессы и владельцы бизнес-процессов. То сейчас тренд движется в сторону сервисов. В сторону сервисов. И неважно, какой функции они принадлежат. Главное, чтобы они приносили ценность заказчику. Какие выгоды преследуют при подобных трансформациях владельцы бизнес-процессов, владельцы функций и непосредственно первые лица компаний? Конечно же, затраты и численность. Все мы люди, которые умеем считать, финансисты, мы на финансовом саммите. И, безусловно, мы в первую очередь считаем, во сколько нам процесс обходится в деньгах. Первое. Второе. Как косвенно связанную метрику мы смотрим, а сколько же людей им занимается. Но сейчас тренды поменялись. И помимо финансовой составляющей, также очень серьезную роль играет составляющая не финансовая, а именно прозрачность, противодействие злоупотреблением, которое возможно в данной модели, также простота администрирования, единое окно, поддержка принятия решений и, безусловно, контрольная среда. И, как, собственно говоря, что очевидно, что, ну, сегодняшние модели предоставления сервисов, если они не имеют ни финансовой составляющей, то они менее успешны. Если они предлагают данные вещи, которые приносят дополнительную цену для бизнеса, то они более успешны. Специфика организации и ответственности заместителей по финансову в Аэрофлоте это то, что он покрывает не только непосредственно финансовое планирование, бюджетирование, корпоративные финансы, инвестиции, но и сюда еще одна закупка флота и управление доходами и сетью. То есть получается, как коллега сказал до этого, что финансовый директор не тот, кто считает и планирует, и занимается учетно-производственными функциями, но также еще и старается компанию двигать вперед с точки зрения увеличения и доходов в том числе. Это, с одной стороны, внедрение комплекса мероприятий операционных по сокращению затрат. Об этом наиболее интересной инициативе я расскажу. Опыт взаимодействия с другими подразделениями, я считаю, что здесь есть определенные проблемы, с которыми может столкнуться любой финансист на своем месте, и который также был упомянут частично. А также инициатива по увеличению доходов. Вы знаете, что у нас были проблемы, наверняка вы сталкивались с тем, что вы, как пассажир аэрофлота, обладаете картами, на которые начисляются мили, и с проблемой конвертации этих миль, например, в билеты, обеличивания данных миль. В силу того, что на высокое направление или в сезонное направление, как правило, невозможно конвертировать мили в билеты. Что интересно и вскрывает фундаментальный недостаток данной программы, обусловленный менталитетом. Менталитетом службы управлять доходами. Они всегда рассматривали, что это бесплатные билеты. Несмотря на то, что в свое время эти мили были начислены как вознаграждение, как часть стоимости участнику программы аэрофлотбонуса за то, что он купил билеты за деньги. Таким образом, непонимание сути, что это программа лояльности, и непонимание восприятия ее как неэкономический характер, например, если мы суммируем количество пассажиров, которые получают билеты за мили, это примерно два аэробуса 320-х летающих круглый год, исходя из среднего налета в сутки. То есть, по сути, это де юра, это, конечно, бесплатные полеты. Де факто, конечно же, это те отложенные обязательства, которые мы возвращаем нашим клиентам и кратно больше получаем в силу того, что симулируем покупки и дальше. Некоторые параметры и метрики, которые нам удалось достигнуть, это снижение потребления топлива на кресла километра и на пассажиры километра. Мы видите градуальное снижение, причем даже с учетом эффекта низкой базы. Если в 2013 году это была большая база и не мудрено было снизить удельные затраты, то дальше уже идет сбор по крупицам эффективности. По этому показателю мы лучше в Европе, в частности, потому что у нас самый молодой флот в мире сейчас по компании «Аэрофлот». По группе компаний мы занимаем седьмое место, поскольку туда входят еще и компании России, «Дунавия», «Оленбургская линия», «Аврора» и так далее. Победа. Теперь, в частности, из инновационных инициатив, то, что мы перешли с крупнейшими посвященниками нефтяной промышленности на прямые формульные контракты, мы хотели уйти от рынка. Мы не хотели, чтобы мы были зависимы от стоимости цены на керосин внутри страны. Понятно, что здесь действуют многие административные факторы, например, дефицит керосина. И, например, «Роснефть» или «Газпромнефть» предпочитают структуру баланса производства нефтепродуктов не в пользу авиационного керосина, а в пользу, например, арктического дизеля. Таким образом, формируется на рынке дефицит, и цены взлетают, несмотря на то, что на мировом рынке цены на керосин могут оставаться стабильными. Мы просто заключили контракты, также пользуясь нашим, например, ресурсом переговорным. Формульный ценообразование. Нам все равно, какое соотношение баланса и спроса и предложения внутри страны. У нас есть формульный ценообразование, привязанный к индексу плац в Роттердаме, индекс на керосин, плюс зафиксированная моржа нефтяной компании. Таким образом, вне зависимости от рынка, мы получаем керосин по стабильным ценам, а это порядка 30, иногда 35% нашей себестоимости. Ну что говорить, пунктирным прямоугольником выделен рынок Шереметьево, наиболее конкурентный рынок, где мы можем действительно лавировать между поставщиками. И есть монопольные рынки. Ну не секрет, что во многих аэропортах есть кептивные компании, которые имеют преимущественный доступ к аэропорту, и у нас выбора просто нет. Инструментов уходить им, как естественным монополиям, от регулирования цен и от санкций со стороны ФАС огромное количество. В первую очередь, это то, что у них есть доступ к инфраструктуре, когда они говорят, что вы знаете, нет емкости для хранения топлива в аэропортах. Таким образом, как говорится, на нет и суда нет. Они не ограничивают доступ, но они ограничивают де-факто предложение керосина, а восстанавливают монопольно высокие цены. И мы посмотрим, что наибольшие цены это в аэропортах страны СНГ, которые живут еще в прошлом, и которые как раз видят свою цель в том, чтобы ободрать авиакомпанию, они стимулируют ее полеты в данный регион. Цены в региональных аэропортах Российской Федерации держат второе место в плохой уровне первенства по уровню цен. Ну и самый высококонкурентный рынок Шереметьев, который мы считаем наиболее прогрессивный. Таким образом, здесь внедрено на ровном месте ценообразование на базе формул. Казалось бы, это просто бумага, которая была подписана экономия, до 100 миллионов долларов в год на закупках по сети. И второй момент, который мы внедрили, это так называемая программа тэнкеринг. Это программа, позволяющая капитану воздушного судна на борту, ввести скорость ветра, ввести цену топлива в аэропорту оборота, например, в Париже, и посчитать с точки зрения разницы в цене и стоимости в перевозке дополнительного объема топлива, сколько нужно взять на борт в базовом аэропорту Шереметьево. Эта программа тоже нам экономит порядка 30-40 миллионов долларов по году.